В центре Санкт-Петербурга, рядом с Исаакиевским собором, находится этот, в общем, типичный петербургский дом. Но с ним связано много интересных историй. Во-первых, в этом доме Великий Грибоедов писал свою гениальную комедию «Горе от ума». А кроме того, в этом доме жил интересный, необычный человек по фамилии Булатов. Начнем с фамилии. Булат – это сорт Стали. То есть фамилия Булатов – это синоним фамилии Сталин. Только если Сталин – это псевдоним Иосифа Виссарионовича Джугашвили, то Булатов – это была настоящая фамилия. Булатов был героем войны 1812 года, войны против Наполеона. Он командовал частями русской армии, которые первыми входили в Париж. Его ранили в правую руку. Он держал оружие в левой руке, но продолжал командовать. И на параде русской армии в Париже Булатов шел первым. Он открывал парад победы русской армии в Париже и получил от императора орден и золотое оружие. Много друзей Булатова, участников и героев этой войны, стали декабристами. И как человека, которого очень уважали в армии, они пригласили его командовать. Они попросили Булатова стать заместителем диктатора, вице-диктатором. И он согласился, но сказал, что для успеха, для победы нужно как минимум 4-5 тысяч солдат с артиллерией и кавалерией. И когда утром декабристы и части армии, которые они привели, вышли сюда, на Сенатскую площадь, Булатов посмотрел на все это. Булатов увидел, что солдат мало, как опытный командир, понял, что декабристы проиграли и ушел. Но вечером в парадной форме с орденами он пришел в Зимний дворец и попросил арестовать его, как организатора. Новый император Николай Первый увидел героя и сказал, я не думал, что увижу вас здесь. Булатов, говорят, ответил ему, я тоже не думал, что увижу вас сегодня здесь, потому что еще утром я планировал убить вас, но не смог. Он был арестован, император хотел простить его, но Булатов требовал вместе с ним простить офицеров и солдат, которые пришли на Сенатскую площадь, потому что он был здесь, пришли из-за него. В результате он сидел в Петропавловской крепости, в тюрьме или в скомендантском доме, мы точно не знаем. И легенда говорит, что он решил покончить с собой и разбил голову стену в Петропавловской крепости. Правда, есть другой конец этой истории, который говорит, что он умер в госпитале. Так закончилась жизнь этого необычного, удивительного человека, человека из стали, о котором сегодня почти никто не знает. Если вас интересует русская история, и вы изучаете русский язык, знаете, я думаю, может быть, организовать курс И если вы хотите изучать русский язык и русскую историю со мной, напишите, интересно вам это или нет. Пока!